Первый человек вошел в Иордань на пруду Боровом примерно в 22.15. Собираться купальщики начали за полчаса до этого. Казалось бы, нынче погода сжалилась над саровчанами. К крещению пришла оттепель. Возможно, поэтому желающих окунуться было немало. Не крещенские морозы, а крещенская оттепель. Так говорят про нынешнюю погоду саровчане. На термометре всего минус 4. Но это обманчивое тепло. Как отмечают опытные ныряльщики, Чем холоднее на улице, тем теплее в воде. Сегодня можно сказать, что крещенская оттепель, а не холода. Потому что, вспоминая год 2016, когда было минус 34, было гораздо комфортнее купаться, нежели сегодня. Я помню, какой-то был год, там что-то за 10 хорошо было. И как-то даже было легче. Сейчас вот я вижу, пар идет. Видимо, влажность довольно большая, действительно довольно тяжело. Но ничего такого здесь особо нет. Если есть некоторая сила воли, есть желание, то это довольно легко преодолеть. Для 10-летнего Степана это уже второе крещенские купания в его жизни. Он поправок на погоду не делает. Говорит, нужно готовить организм. Тогда при любой температуре сможешь легко зайти в воду. В Новый год мы выходили в снег. Ноги прыгали в снег. Варваре всего шесть. Окунается в купель она с трех лет. Каждый год сама просит об этом маму. Хотя не скрывает, в воде холодно. Ну, было холодно и неприятно. Но зато прикрестилось. По большей части окунуться в прорубь приходят люди с опытом. Те, кто годами ныряет в холодную воду. Для некоторых крещенские купания переросли в настоящее увлечение. Такие плавают зимой не только по особым датам. Отличить их несложно. После проруби они спокойно стоят на холоде. Ну, сначала идешь какой-то мандраж, тошноват. А потом, когда окунаешься, уходишь. Тепло. Тепло, бодрит. Обновление, да, какое-то? Ну, да. Даже вот без одежды не холодно стоять. Ну, какое-то время. Были и те, для кого крещенские купания случились впервые в жизни. Для них все новое и интересно. Первый раз вообще здесь. Но первые впечатления такие вот, то есть ожидал вообще, то есть то, что полностью замерзнул. Но вода не такая уж холодная, как кажется. То есть сам холод – это в ногах. Независимо от того, есть у человека опыт в закаливании или нет, холодная вода для него всегда испытание. Поэтому традиционно рядом с Иорданью дежурят водолазы-спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь купающимся. С 10 вечера до 3 ночи они стоят на посту и следят за безопасностью. Ну, резкий вход в воду, когда человек не готов. Может, все, что угодно с ним случится, как бы, может быть, шок. Первый раз, может быть, человек заходит, даже не знаю, что это такое. Хотят попробовать, и бывают разные ситуации. Вместе крещенских купаний также дежурили полиция и скорая помощь. Освещение обеспечивала пожарная бригада. Четыре автобуса служили кабинками для переодевания. Мероприятие прошло без происшествий. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.